Сегодня в меню пить азербайджанский суп. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Картофель – 3 штуки. Горох нут – 100 грамм. Чеснок – 1-2 зубчиков. Репчатый лук – 1 штука. Свежая кинза – 1 пучок. Зира – 1-2 щепоток по вкусу. Соль – 1-2 щепоток по вкусу. Сушеные томаты – 100 грамм. Сумах – 1-2 щепоток по вкусу. Баранина – 1 килограмм на косточке. Сушеная алыча – 100 грамм или чернослив. Черный молотый перец – 1-2 щепоток по вкусу. Свежая мята – 1-2 штук, веточки. Или возьмите сушеную. Рецепт традиционный, поэтому рекомендую точно ему следовать. Единственное, баранину можно заменить на говядину. Суп не варится на плите, а томится в духовке, поэтому готовится очень просто. Промойте нут и замочите на пару часов в большом количестве воды. Затем слейте воду. Картофель, лук и чеснок почистите и нарежьте достаточно крупными кусками. В жиропрочный горшочек первым слоем выложите нут. Баранину нарежьте на куски. Например, баранью ногу. Но можно использовать любую, другую часть. На нут выложите мясо. Выложите картофель и лук. Затем чеснок, соль и перец по вкусу. Залейте водой, накройте крышкой и томите в духовке при 170 градусах 2 или 2,5 часа. Чернослив и сушеные помидоры промойте. Добавьте в суп чернослив и помидоры. Потомите еще 10 минут. Затем добавляем в суп зиру, свежемолотый перец, мелко нарезанную мяту, кинзу и щепотку сумаха. Густой, ароматный и очень насыщенный. Подавать такой суп можно со сметаной, будет очень вкусно. Блюдо готово, приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах ютуба. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии. Расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео поделиться. Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!